Здравствуйте дорогие друзья, уважаемые коллеги, добро пожаловать на мой видеоканал. Хочу всех поблагодарить вас за комментарии, за теплые слова, за душевное отношение к моему каналу, ко мне лично. Сегодня я бы хотела с вами поговорить о самом-самом распространенном вопросе, который мне задают уже по истечении какого-то времени. Я все откладываю, запись этого видео, вернее я уже даже снимала его, но все как-то не получается, не складывается. Мне как-то много хочется сказать и то ли это видео надо разделить на несколько частей, то ли я не так говорю, не знаю, но факт остается фактом. Меня спрашивали, как же стать мастером, с чего начать и как достигнуть уровня мастера. Мне бы хотелось, конечно, рассказать вам прямо по полочкам, прям правила какие-то, все подробно-подробно, как же становиться мастерами. Но, к сожалению, таких правил нет. Для каждого индивидуально, для каждого по-разному проходит этот путь. Мне тоже пришлось как бы непросто к вопросу о деньгах. Постоянно мне задают вопросы, вот нет возможности поехать поучиться или пойти поучиться. Нет лишних денег. Я вам хочу сказать, что я была точно в такой же ситуации, когда каждая копейка на счету. И мне приходилось копить и собирать денежки для того, чтобы пойти на какие-то курсы, самые-самые такие недорогие. Мне тогда даже в голову не приходило, что нужно посмотреть, как эта школа обучает, на каких материалах, какие отзывы о преподавателе, как вообще работает преподаватель, какие у него наработки. И сейчас-то я это, конечно, понимаю, но тогда этого не было. Для меня было главное открыть газету, и там была куча объявлений, где было написано «предлагаю обучение». И я с радостью давай всех обзванивать. Хочу сразу вам сказать, что передо мной именно стояла задача найти учебные центры или школу, которые бы находились на левом берегу нашего города. Наш город делится на правый и на левый берег. И я живу на левом берегу. И мне нужно было, чтобы я как-то смогла добираться на учебу именно по левому берегу. Я обзвонила учебные центры или школы, или как их назвать, я даже не знаю. Меня записали везде. Мне сказали, как только наберется группа, мы вас пригласим и так далее. Первое, что меня спрашивали, на какую систему вы хотите обучиться, на акрил или на гель. Но это все равно было, что меня спросить, а вы хотите на Луну или на Марс, на какую планету вы хотите. Я говорю, ой, а запишите меня на самые-самые лучшие материалы. Я же только начинающий, я же не знаю, что лучше-то. И самое интересное было, когда меня записывали в учебную группу, где преподаватель будет акриловый, то есть акрильщик. Да, мне говорили, акрил самый крутой материал, и вот давайте мы вас на акрил запишем. Давайте. Когда я звонила, и мне говорили о том, что гель самый лучший, потому что это новые технологии, это легкий материал и так далее и тому подобное. Давайте мы вас на гель запишем, на гелевое обучение. Ну давайте. То есть там, где преподаватель обучал конкретный, на чем специализировался, туда меня и агитировали. Цена примерно была одинаковая. Я не говорю про Алихаус. Я даже понятия не имела, что есть Алихаус, есть Виктори, есть какие-то знаменитые большие школы. Для меня уже был факт то, что в газете написано объявление, значит это школа, значит это круто. Меня записали, примерно цена у них где-то так плюс-минус одинаковая была. И я давай копить денежки, потому что денег у меня на обучение не было. Многие мне девочки говорят, нет денег на обучение. У меня тоже не было. Я отказывала себе во всем. Я покупала себе самые дешевые интимные вещи. Я экономила на шоколадках, на конфетах. Я не ходила ни в какие кинотеатры, ни в кино. Я не покупала себе никакую косметику. Я все как скрудж, макдак, все копила в копилочку для того, чтобы пойти и обучиться стать мастером. Не знаю, почему это мне взбрело в голову, меня отговаривали все мои родные, кроме моего миленького. Все говорили в один голос, да тебе это будет тяжело, да это вредно, да как так будут ходить посторонние чужие люди, давай не надо. Нет, я козерог, как упрусь своими рожками. И все, меня с места не сдвинуть. Я решила, значит так тому и быть. В итоге я накопила какую-то сумму денег, мне начали отзваниваться школы и приглашать на обучение. И стали говорить, куда приходить. И как бы меня не устраивало то, что мне придется далеко ездить и тратиться еще столько же примерно потратить денег на такси. И я всем отказала. Ну сколько, может быть из десяти школ отзвонилось четыре. И я всем отказала. Последнее мне позвонил из учебного центра, из какого-то. Я даже тогда не запомнила, что это за учебный центр. Мне было не важно это. Мне позвонила девушка, предложила попасть в эту группу. Я сказала, что не смогу, потому что они предлагали обучение на правом берегу. Я живу на левом. И я сказала, что мне будет тяжело добираться. На что девушка мне сказала, да почему? Вот вы сядете на один автобус, потом пересядете на второй и все. Я сказала, что я ограничена в передвижении, и поэтому скакать по автобусам у меня возможности нет. А на такси это далеко. Вот я сказала, что я не приду. И как бы меня вычеркните. На следующий день мне позвонил директор этого учебного центра и предложил обучение на дому. Не знаю, по тем временам для меня это было так круто, так здорово. Я прыгала до неба, потому что я так радовалась. Меня на дому, да это вообще, это же мне не надо ехать, время тратить. Это я сейчас понимаю, что это неправильно. То есть не нужно было, нужно было в группе учиться. Нужно было смотреть, как другие делают. Нужно было впитать ту атмосферу именно учебного центра. На дому это не то. Но тем не менее, пришла девочка, я с ней отзанималась. Как я с ней занималась, это уже отдельная история. В итоге мне пришлось еще просить мою знакомую, которая жила по соседству. Это опять к вопросу о конкуренции. Она на дому делала ноготочки, наращивала и прям дверь в дверь со мной живет. И когда я получила сертификат, я взяла его в руки, и что мне с ним дальше делать. Я пришла к своей знакомой и говорю, гони меня метлой, гони меня тапками, не выгонишь. Я буду стоять у тебя над душой. Уговорила я ее, и в итоге я приходила и просто сидела в уголочке и смотрела, как она там делает, чего там она делает. Я не задавала лишних вопросов, чтобы ей не мешать. Сидела там, что-то запоминала, записывала, приходила домой, записывала, повторяла, что она там делала. И в итоге вот так прошло мое обучение. Но обучиться-то это ладно, выучиться-то ладно, это одно. Но когда я позвонила в магазин и попросила мне посчитать стартовый набор, и мне посчитали самое-самое необходимое, там одну кисть, обезжириватель, праймер, гели, лампу, что-то еще, там бафики, пилки. И в итоге это получилась такая сумма, еще больше, чем сумма на обучение. И я села, и боже мой, и взялась за голову. Это как это? Это где мне взять такие деньги? Ну, все, взялся за гуш, не говоришь, что не дюш. Опять я начала собирать денежки. Если я в сентябре закончила обучение, то где-то только в декабре, в конце декабря, перед Новым годом я смогла сделать свое первое моделирование на клиентке. Все это время я покупала понемножечку, то есть я уже не копила, мне дали 10% скидку сразу в этом магазине. Я даже не понимала, что я могу купить в другом магазине, что я могу купить дешевле, или там у кого-то БУ купить. Нет, меня даже никто не надоумил, что можно лампу, допустим, не новую купить, что можно там кисточку купить в художественном магазине за 35 рублей, а не за 150 рублей. И, конечно же, я все купила в этом магазине. И когда я купила, потихонечку покупала все это, я, конечно же, без фрезера не села работать, и не села работать без вытяжного вентилятора. Сделала первое свое наращивание перед Новым годом. Так надеялась, что больше эта клиентка ко мне не придет, потому что я, когда ее ждала, она ко мне записалась за 2 недели. Я все эти 2 недели не спала и вымучила себя морально до такой степени, что мой иммунитет сказал, что все, я тебя покидаю и ушел. И после чего я ужасно на нервной почве, вероятно, очень сильно заболела. И отовсюду, со всех щелей у меня текли сопли. И я думала, ну как же, как же я сделаю это наращивание. Я искала повод, как бы позвонить этой клиентке и сказать, «Ай, не приходите, пожалуйста, я болею». И только я собралась уже ей звонить, звонит она мне сама и говорит, «Я у вас записана на послезавтра, все остается в силе». Я только хотела ей сказать, что «Нет, не приходите». Но где-то там изнутри у меня выскочил мой козерог и сказал, «Конечно же, приходите, конечно же, я вас жду, послезавтра приходите, мы сделаем вам ноготочки». Боже мой! Я положила трубку и думаю, «Ах, какая же я дура, ну как же я буду работать?» Я даже не могу наклонить голову, потому что с меня три ручья износа течет. Все, я, у меня температура. Какие могут быть ногти? В итоге я все равно себя преодолела. Я там напилась каких-то таблеток, закапывала свой несчастный нос. Ну, у меня уже был такой большой красный. Пришла клиентка, увидела, что я больная, говорит, что такое, может, не будем? Я говорю, будем, будем. И в итоге я сделала ей ноготочки, она ушла, и я думаю, «Все, она увидела меня такую всю больную и такую несчастную, и она больше ко мне никогда не придет, это точно». Ну, эта девушка ко мне ходит и до сих пор. И мне тяжело, на самом деле, я вам хочу сказать, тяжелее, намного тяжелее, чем, может быть, кому-то из вас может показаться, что вот вам тяжело, вам там страшно, вы не знаете, вам, ой, все, там, небо гаснет, звезды падают, все. Нет, не буду этим заниматься. Девчонки, то, что было со мной, это на самом деле было испытание. Мало того, что я переживала за то, что я что-то забуду, чем-то не помажу, не так сделаю, там, мне ногти отвалятся, и так далее, и тому подобное. Мне хотелось понравиться. Мне не забыть ничего. И все, там в голове такая каша была. И плюс мне, ко мне приходили девушки с улицы, да, которые меня не знали, и мне было так страшно, что меня увидят такую маленькую, сидящую за столом мастера, и они будут разворачиваться и убегать. Но никто не убегал. Не знаю, что было в голове у этих девочек, но никто не убегал. Я дала объявление в самую дешевую бульварную газетку, самое дешевое объявление, и ко мне пришла девочка с какого-то института и привела с собой своих толпу подруг. И я уже даже не знала, радоваться или огорчаться, потому что я поставила стоимость наращивания такую низкую. То есть мне в учебном центре сказали, чтобы набить руку, поставь самую дешевую цену. То есть себестоимость. Ну, плюс полтинник там накинь на всякий случай. Но я не думала, что дешевые ногти, на самом деле дешевые ногти, никто ценить не будет. И девчонки мои, которые ломали и бегали ко мне через каждый день эти ногти, они за такие деньги эти ногти не ценили. Потому что ремонт там стоил копейки, и в итоге мой гель быстрее закончился, чем я успела наработать новые деньги. Я села и опять загоревала. Меня снова стали отговаривать мои родные. Зачем тебе это надо? Опять это деньги? Опять тебе копи? Опять тебе не получается? Но нет. Нет, я уперлась. Тут нарисовалась какая-то новая фирма Лина Джина. Я же тогда не знала, что это китайское производство. И девушка пришла, и так все. На самом деле это было тогда, по крайней мере, когда Лина только появилась у нас в продаже. Они так серьезно это привезли, прям в каталоге. В каталогах все подробно было. Такие журналы глянцевые, на русском языке. Все было подробно написано, сфотографировано. И да я как-то и не подумала, что это какой-то китайский товар, не китайский. Я смотрю, что он подешевле. И мне не наработать на тот материал, который я покупаю в магазине. Тогда меня тоже никто не надоумил, что материал ты можешь любой покупать, который тебе по карману. Мне сказали этот, значит, я этот и покупаю. В итоге где-то полгода я работала на Джине. И в принципе как бы устраивал меня этот материал. Я работала на нем. И ноготочки держались, и все было замечательно, и все было хорошо. Но тут я увидела, что моя подруга работает на Т3. Старнейл фирма. И я увидела, какие они у нее красивые, эти ноготочки, такие. цвет Старнейла Т3 такой у нее был не камуфлирующий, а такой мутный, розовый. И я пошла и купила большую банку Т3. И работала Т3. Долго мы с ней работали Т3, пока в Красноярске не начали перебои именно с этой фирмой. Вот. В принципе и не о чем рассказывать. Когда у меня появились деньги, я вам сразу хочу сказать, дорогие друзья, первые полгода вы будете работать на профессию, а потом профессия будет работать на вас. Но только в том случае, если вы поставили перед собой цель и задачу работать и добиваться каких-то успехов, результатов, как только у меня появились вот такие вот маленькие-маленькие, крохотные, даже не лишние деньги, а вот свободные деньги, я тут же села на семинары, на какие-то курсы, на повышение квалификации. Я все тратила только на ногти. Ничего мне не оставалось. То есть, какую-то рекламу там дать, как бы она мне была и не нужна, потому что много народу и шло. Но потом, когда я поняла, что по той стоимости, по которой делаю ногти, я делать ногти просто преступление, я написала объявление, у себя за спиной повесила, что каждые три месяца буду поднимать на 100 рублей, или там на 150 рублей, буду поднимать стоимость коррекции и наращивания. отсеяли сразу те, которым нужны были халявные ногти. И я подняла в итоге цену до тех пор, до которые нужно было именно мне. я стала работать меньше, я перестала так сильно уставать, как я уставала. И деньги остались те же, то есть, клиентов стало меньше, деньги остались те же. Поэтому для меня было очень тяжело и сложно принять решение повысить цену. Это как же я скажу клиентам, а давайте мне повышайте оплату. Не могу, но в итоге через не могу. Научилась говорить нет. Тоже для меня это было сложно. Очень тяжело сказать нет. Сейчас я умею сказать слово нет. Ну, может быть, не в такой форме нет, а по-другому. Поэтому вот так начинала я. Вы спрашивали у меня, расскажи о себе, о том, как я стала мастером. Вот заодно я вам рассказала, как я стала мастером. Вот так я и работаю. У меня постоянные мои клиенты. Я иногда беру своих стареньких клиентов, которые по какой-то причине перестали ко мне ходить. И радуюсь, когда они ко мне возвращаются. Вот такой был простой мой рассказ о том, как я начинала. Может быть, и моя история схожа с вашей. Кроме того, что нужно научиться работать, наработать клиентов. Их еще нужно и удержать. А удержать клиентов, это совсем другая история, как удержать клиентов. Мы об этом поговорим в другом видео. Не забудьте мне напомнить о том, что я хотела вам рассказать о конкуренции. и что-нибудь еще вас, может быть, интересует из моего рассказа. Сразу хочу сказать, что больше никаких реклам я больше никогда не давала. И не даю. То есть сарафанное радио, ваши добрые отношения, ваша любовь к работе, к хобби, которые вы выбрали, конечно же принесут плоды. Если вы относитесь к своей работе как только к денежному какому-то благу, не прикладывайте усилия для того, чтобы быть терпимее к людям, понимать их. Понимаю, что не все клиенты, конечно же, бывают там шелковые, золотые и так далее, но есть хитрости, есть тонкости, как сработать с непослушными клиентами. Как с ними найти общий язык. У меня до сих пор это получается. Получалось и получается. Не знаю, как будет дальше. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я вкладываю свою душу в свою работу. Я всегда радуюсь, когда ко мне приходят мои клиенты. Каждый работает по-своему. Кто-то строго работает, кто-то как-то мягкосердечно, кому-то сложнее, кому-то проще. Помню, когда-то я пошла на первый свой семинар и сказала, что у меня пока еще немного клиентов. Когда только начинала работать, мне девушка-мастер, которая преподавала, сказала, да как у тебя будет много клиентов-то, их и не будет много. Ты посмотри на себя. Ты такая вся мягкотелая. Надо быть жесткой. Надо гнать их. Клиенты такие люди, которых надо гнать. Ты их в двери, они в окно лезут. Чем больше ты их гонишь, тем больше они к тебе лезут. Я задумалась. Думаю. Не знаю. Гнать я, в принципе, гнать я не умею. Но были моменты, когда я отказывала клиентам. Была очень-очень, для меня это тяжелая история. Было тяжело принять такое решение. Но, тем не менее, были моменты, когда мне приходилось отказывать клиентам из-за того, что мне было сложно работать с этим человеком. Я перебарывала всю эту историю. И мне становилось намного легче после того, как человек переставал ко мне ходить. А еще становилось легче, когда ко мне стали приходить взамен этой одной, две или три другие девушки, которые были гораздо, скажем так, сговорчивее, интереснее. и я не скажу, что там добрее или не добрее, просто легче было с такими девочками работать. И я сидела и говорила, о, за одного битого, трех не битых дают. вот такая была моя история. девочки, спрашивайте. я знаю, я знаю, что мой канал смотрят очень буду рада этому. Спасибо вам большое. На этом все. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока. Светлана Соколова.